Что это? Что? Что это за пиздец? Эхе-хе-хе, да, доки-доки, да, это оно! И, ребята, я должен признаться, я... Изменил. Я изменщик. Я изменяю всем и вся. Я изменил соку добрый стопроцентным золотым соком. Саша! О, взбодрил меня сок. Мне стало так хорошо, что я даже захотел играть доки-доки дальше. В общем, ребята, такое дело. Я стараюсь выпускать видео по доки чаще, но пока что все идет в задницу. Я стараюсь! Ладно, разъеби кнопку лайка, чтобы мне было проще стараться. Пожалуйста, я, ладно, не делаю ничего. Все, пошли дальше, пошли играть. Это мод Дождевые тучки. Мы должны узнать, что же будет в Сайоре дальше и... Твою мать, игра вырубилась, пиздец. Жизнь ховно. Хочешь выиграть топовую игру бесплатно? В группе BOTFCASE бот раздает рандомные ключи в Steam. Все, что нужно, написать сообщение сообществу. Бот, дай ключ и игра в кармане. Подписывайся на паблик и получай каждый час новый ключ. BOTFCASE. Лучший паблик для геймера. Ссылка в описании. Я так посмотрел по сейвам, то есть я играл в этот мод 5 дней назад, последний раз. Господи, так странно просто, когда, знаешь, проходит 5 дней, для меня как будто я, не знаю, вчера в него сидел, играл. Эй, Сайюри, все в порядке? Конечно же. Скажи мне, ты послушала наш разговор? По моей спине прошли мурашки. Почему я так напугана? Мне это знакомо. Нет, а почему это так важно? Лгунья. Что она говорит? Она знает? Ты такой ужасный человек, Сайюри. Ты сплошная лгунья. Что я вижу? Это неправда. Это не Моника. По-моему, это очень даже Моника, только она решила меня на пол. Господи, у меня глаза такие страшные. Я запасываюсь от страха. Саша, вырубай компьютер. Ладно, я должен справиться с этим. Ты правда думала, что я не замечу? Ты правда думала, что станет лучше? Ты слышала, что я рассказал Картохе о тебе? Я знаю, чего ты боишься, если хочу. Ты мне уничтожу весь твой образ. Так что внимательно слушай, Сайюри. Слушай. Сдайся. Перестань пытаться сблизиться с Картохой. Ты просто делаешь его жизнь труднее, пытаясь сделать всех счастливыми. Ты делаешь только хуже. Я единственный, кто здесь все решает. И ты здесь ничего не значишь. Просто забудь о том, что я сказала, хорошо? А еще помни, что у меня сегодня ушки, и я голый. Я не понимаю, почему Моника говорит такое? Так как я должна забыть? Помни, Сайюри, мы заботимся о тебе, хорошо? Твою мать. Ясно. Теперь, почему Сайюри так пересралась и сбежала из школы? Или она сейчас сбежит, или на следующий день? Моника сострадательно улыбнулась и пошла. Я на самом деле не помню, что она сказала. Я опять считала ворон. Почему я чувствую себя хуже, чем раньше? Моника пыталась меня развеселить? Я просто неблагодарна. Она пытается быть со мной очень добра, а я снова чувствую себя депрессивно. Черт, Вадим, мне жаль Сайюри. Она просто, понимаете, пытается справиться с этим, а Моника просто топчет ее. Просто уничтожает ее изнутри. Это... Это невыносимо. Это невыносимо. Я посмотрел на картоху. Нацуки уже говорила с ним. Такое чувство, будто я не должна их подслушивать. Но после того, что Нацуки сказала мне вчера, мне хочется посмотреть, что она будет делать с ним. И я не заставлю тебя ждать еще дольше. Боже. Прекрасно. Теперь я чувствую себя гадиной. Если тебя что-то тревожит, просто скажи мне оставить тебя в покое, и я так и сделаю. То есть... То есть... Почему снаружи моего дома едет грузовик? Если ты не захочешь об этом поговорить, или вроде того. Она изо всех сил старается поддержать разговор с картохой. Да нет, я скорее просто раздуваю из мухи слона. Я просто... Раздувать из мухи слона, то есть есть много гамбургеров, оставиться жирным. Я просто думал о Сайоре, вот и все. Сайоре? Ты думал о ней? Нацуки выглядят раненой. Это именно то, чего я боялась. Люди сами не свои, когда волнуются. Все продолжают счастливо разговаривать, если я уйду из комна... Продолжить счастливо разговаривать, если я уйду из комнаты и обосрусь. Может быть, они будут волноваться. Мне нельзя рисковать. Да, она сегодня выглядит какой-то понурой. Но мне она в этом признаваться не хочет. Поэтому я и не могу перестать думать о том, что у нее случилось. Ой. Нацуки вздохнула. Она серьезно поверила, что картоха влюбился в меня? Она пытается прятать свои эмоции. Так, во-первых, поработай над тем, как излагаешь свои мысли. Во-вторых, ты ведь ее лучший друг, верно? Ну, да. Правильно. Тогда ты должен больше ей доверять. Если бы она нуждалась тебе, ты станешь первым, кому она обратится. На самом деле, нет, это не так работает. Бывает, что людям ты нужен, но они как бы не говорят тебе это напрямую, а пытаются или намекнуть, или ждут от тебя как бы первого шага. Такое часто бывает. И на самом деле, иногда у меня с этим трудности, потому что я, бать, не понимаю, когда ты кому... Ну, знаете, я тоже люблю так иногда намекать, что типа я хочу, чтобы человек сам ко мне подошел, как бы... И этот человек не подходит, и это, естественно, грустно. Знаешь, это когда ты смотришь на официанта в Ти Джай Фрайдес, после того, как ты поел бургер, ты прям смотришь ему в глаза, пытаешься на него смотреть, а он не понимает, что ты счет хочешь. Хотя в этот раз мне повезло. Обычно я сижу там по полчаса, и потом подходит официант, или я в итоге сам подходил к официанту, и говорю, где мой счет, скоти? Ладно, я так не говорил. Ладно. Если бы она нуждалась тебе, да-да-да. Ну, пожалуй, что так. Не знаю, пытается ли она мне помочь, или просто убрать меня с ее пути. Но в любом случае оценю это. Не хочу, чтобы кто-то думал обо мне. Я могу позаботиться о себе сама. Я хочу сказать, что у каждого человека бывают хмурые дни, а я хмурые дни оставляю судьбе. Самый лучший день заходил вчера. Водку бухать лень. Буду пить оскания. Ты никуда от них не денешься. Скорее всего, она просто не хочет, чтобы ты за нее волновался, потому что ничего серьезного не случилось. Как она так точно определила мои чувства? Она понимает? Может быть, она уже переживала это? Откуда мне знать? Так же, как и Юрия. Нацуки тоже заслуживает быть счастливой. Я буду пытаться сделать ее такой. Да, мне она примерно то же самое сказала. Может, я не прав, что не слушаю ее? Нет, почему он ругает себя? Почему все не может быть как обычно? Где любовь? Вот именно. Если я захочу, чтобы ты за нее поволновался, это будет очевидно. Ага. Ни хрена не будет очевидно. Хотя, хрен его знает. Выражения лица картохи стали... Мне кажется, я аутист. Я реально иногда не понимаю такие вещи, как человек пытается вызвать во мне, не знаю, волнение или типа того. Я просто, мне кажется, не совсем понимаю, что происходит. Выражение лица картоха стало спокойней. Слова нацуки успокоили его. Иногда мне проще ко мне прям, прямым текстом говорят. Ну, даже не иногда, а в большинстве случаев. Я люблю намеки, но... Мне нравится, когда в конце концов тебе говорят... Мне говорят, как есть. Мне стоило с самого начала об этом подумать. Нацуки посмотрела вниз и потеребила в руках книгу. Она... Она много для тебя значит, да? Что она пытается сделать? Она правда хочет, чтобы картоха сказал, что ненавидит меня? Ааа, ты только не пойми неправильно. Мы просто дружим с детства. Это же нормально волноваться о своих друзей. Ну да, я вот волнуюсь о своих друзьях. У меня их не так много и... Я волнуюсь, когда моим друзьям или близким для меня людям тяжело. Очень волнуюсь. Правда? А вы волнуетесь? Ставь лайк, если волнуешься. Ты, например, тоже за меня волнуешься, так что... Ничего подобного! Блин, если ты оклемался, давай уже начинать. Да-да. Как я и ожидал, они флиртуют друг с другом. Это уже не похоже на литературный клуб. Это уже совсем чужая страна. Веселая атмосфера пропала. Вдруг тишина прерывается словами Моники. Итак, друзья. Она ведет себя так, будто ничего не произошло. Я думаю, настало время поделиться своими стихами. После того, как Моника договорила, все продолжили заниматься своими делами. Время, так сказать, остановилось. Все весело говорят друг с другом, но мне все равно скучно. Мне не хочется делиться стихом. Я просто хочу домой. Даже несмотря на него, я уже поняла, что картох обойдет на цуки со стихом в руке. Ой, простите, пожалуйста. Оба нервничая. Немного посмеялись. Я все еще не двигаюсь, потому что у меня паралич мозга. Я просто прислушиваюсь к их голосам. Посмотрим, посмотрим. Ты сегодня полна энтузиазма. Разумеется. Ты же знаешь, что мне нравится твой стиль. Прям так нравится. Что ж, у меня хер стоит, а у меня нет хера, я девка. Я просто удивился. Совсем недавно ты с трудом это признала. Очевидно, что на цуки стала более уверенной, сблизившись с питоном к картохе. Я обычно стала счастлива рядом с ним. Но теперь я только больше беспокоюсь. Я просто рада, что они сближаются. Это единственное, что важно. Ну да. Я просто должна была поставить тебя на место. Я вовсе не... Я хочу сказать, что вовсе... Ой, твою мать, тут сам оса прилетел. Фу, мне показалось. Хочу сказать, что вовсе не испытывал всяких глупых эмоций, типа стыда или чего-то подобное. У меня фобия, я боюсь летающих насекомых. Ребята, а чего боитесь вы? Какие у вас фобии? Ну вот у меня летающие насекомые. Раньше я боялся темноты. Ну, сейчас тоже боюсь, но не так сильно, как раньше. Особенно, когда я дома один и дома темно. Я до сих пор иногда побаиваюсь, например, ночью всматриваться в темноту. Мне стоит реально не по себе. Я начинаю видеть всяких сущностей в виде гномиков. И не только. Я хочу сказать, да, да, да. И мне совсем не завидно. Я, правда, не завидую. Подумаешь, тебе выпало родиться хорошим писателем? Что за дурацкий повод для зависти? Хе-хе-хе, Саша. Она пытается спрятать свою стесненность, делая только хуже. Со мной так же, да? Ой, не тот голос. Нет, уверена, что люди верят в мою маску. Но я до сих пор не понимаю, откуда Моника узнала, что в предыдущем видео не было комментариев. Ребята, простите, что я не вставил ваши комменты в предыдущее видео. Я постараюсь... Я все время забываю время от времени, но стараюсь регулярно исправиться. Пусть это и не всегда, как вам это сказать, легко. Может, она просто врала? Нацуки. Что? Ты не вполне уверена в своем стиле? Э-э-э? Что ты такое говоришь? Ясно же, что мой стиль безупречен. Ведь так? Что он пытается сказать? Нацуки выглядит так смущенно и беспокойно, как будто Картоха намеренно пытается сделать все хуже. Почему он так ответил? Разве ему не нравятся ее стихи? Почему? Это ранит меня так же, как и ее. Я не хочу видеть, как он ведет себя так. Получается, все изменилось. Ведь так? Картоха, прошу, просто скажи, что тебе нравятся мои стихи. Мне плевать, если они тебе не нравятся. Просто скажи, что я лучшая. Мне просто... Мне просто очень нужно услышать это от кого-то. Я понимаю, как глупо это звучит. Но именно по этой причине я раньше никогда никому не показывала свои стихи. Нацуки. Нет, я не хочу, чтобы все пошло таким образом. Если уж Нацуки сломалось, то что случится со мной? Я просто хочу сказать ей, что все будет окей. Мне хочется, чтобы все были счастливы. Но я не могу ничего сделать, потому что это не дом 2, где все счастливы. Я даже не могу помочь своим друзьям, потому что очень слабо. Я жал руку в кулак. Пожалуйста, останови это. Верни ту самую атмосферу клуба. Потому что... Потому что никто не воспринимал меня всерьез. Блин, Нацуки плачет. Она плачет. Какой смысл делиться своими стихами, если люди скажут только... Это так мило, как это сама Нацуки. Порой мне не хочется быть милой. Но никто этого не понимает. Я вкладываю в творчество всю себя. Я вкладываю в творчество всю себя. Стиль значения не имеет. Эмоции, вот что важно. Почему никто этого не видит? Я просто хочу... Нацуки замолчала. Ей нечего сказать. Почему это так ранит мое сердце? Так вот, что значит видеть страдания друзей. Поэтому мне хочется, чтобы все были счастливы. И приведя картоху сюда... Я создала дом 2. В этой ситуации нет победителя. Нацуки сломалась. Картоха ненавидит себя. Юрий режет. Это моя вина и только моя. Постойте, я плачу. Нет, 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 нет. Так не может больше продолжаться. Я сделаю глубокий вдох и вытеру слезы на щеке. Мне нужно понять, в порядке ли Нацуки. Эй, Нацуки. Осторожнее. Ты порвешь свое... Девственное... Свою девственность. Картоха аккуратно взял ее стих. Он специально коснулся до ее руки. Он положил ее на парту. Он положил Нацуки на парту и разгладил. И не читай! Она взяла стих и крепко прижала его к груди. Но это не остановило картоху. И картоха лег на Нацуки сверху. Прислонив свой половой орган к ее, тюльпанчику, и прижав стих груди Нацуки своими потными руками, принялся читать его. Я взглянул на свой. Может быть, мне не стоило его показывать? Не стоит. Не стоит. Ребята, у меня не стоит, сука! Эм, картоха, наверное, на него даже не подрочит. Оно плохое. И я знаю, что тебе не нравятся мои стихи. Так что тебе незачем его читать. Но я хочу прочесть. Почему? Потому что мне нравятся твои стихи. Очень нравятся. Чего бы мне осуждать тебя за твой стих? Можно подумать, что на мой равняются великие поэты. Это правда, что когда я впервые прочитал твое стихотворение, не слишком вдумывался в него. Но теперь я знаю тебя лучше. Я погрузился в твою истинную сущность. И Юрия ошибается, считая твой стих менее изящным, чем ее. А Сайюрия? Сайюрия всегда хочет только добра. Но порой она так концентрируется на простом счастье, что не понимает, чего на самом деле хотят люди. Зачем? Зачем ему говорить подобное? Он разве не понимает, как это потерять все, пытаясь развеселить всех, пока несчастлива сама? Клянусь, я останусь сильной. Но как у меня может это получиться, как близкий мне человек думает обо мне в таком негативном свете? Да, я никогда особо не задумывался, как тебе тяжело. Простись, я был частью этой проблемы. Теперь я понимаю. Ты не просто милый, а нечто гораздо большее. Ах, Нацуки, ты опять за свое его слова. Почему они такие сильные? Если бы они были для меня, если бы он мог помочь мне, если бы он знал... Нет, нет, нет! Я не могу думать об этом, я не позволю ему знать. Если он узнает, конец. Я никогда не стану счастливой, только сделаю его жизнь труднее. Я сделаю это, у меня получится. Можешь прочесть, только отвернись. Я не хочу сейчас видеть твое лицо. Хорошо. Он начал читать стих. Нацуки дрожит. Блин, это было в оригинале разве? По-моему, это что-то новое. Картоха так сфокусировался на стихотворении. Это странно. Я никогда не видела, чтобы он так себя вел. Можно сказать, повзрослел. Может быть, поэтому он начал ненавидеть меня? Он все еще видит во мне ребенка. Зачитав стих, он напряженно посмотрел на Нацуки. Я вижу, что он смотрит на нее с восхищением. Почему ты так на меня смотришь? Если оно тебе не нравится, так и скажи. Я не разозлюсь. Нет, дело не в этом, что мне не нравится. Я просто немного удивился, прочтя его. Эм, полагаю, я не привык слышать от тебя такие приятные слова. Что она написала в стихе? Она что, тоже нарисовала картоху? У меня такая паранойя. Я даже больше не могу врать себе. Я такая эгоистка. Я только буду мешать картохе, если буду себя так вести. Нужно взять себя в руки. Я постараюсь, чтобы Нацуки и картоха были счастливы. Я тяжело вздохнула. Все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю, знаю. Не говори так. Глупый, что ли? В чем, по-твоему, смысл поэзии? В том, чтобы обосраться тупо на унитазе, съев тако-тако-буррито-буррито. Ты выражаешь то, о чем не можешь сказать. В чем смысл видео на ютубе? Ты показываешь то, что не можешь показать. Очень глубоко, да? Deep. Very deep. Да, я понимаю. Прости, что иногда выпускаю самое главное. Ты не подумай, я не имел в виду что-то плохое. И я счастлив, что ты показала его мне. Свой член. Мне он понравился. Голос картоха такой мягкий и понятливый. Он тихо улыбнулся Нацуке. Почему мое сердце замирает, когда я смотрю на него? Только Нацуке может смотреть на него. Все же скоро они будут вместе. Ну естественно. Блин, эта фраза так просто въехала к месту. Ну естественно. Я же профессионал, поэтому... Она даже не может продолжить врать. Как я и думал, Нацуке тоже что-то прячет. Я такая тупая. Мне следовало это заметить. Нужно было показать больше поддержки вчера. Мне нужно было больше постараться. Просто помни. Иногда я могу думать и об этом. Знаешь, когда ты ко мне добр. Это многое для меня значит. Ах, я рад. Перед тем, как протянуть стих Нацуке, Картоха в последний раз взглянула на него. Вдруг Нацуке оттолкнула его руку. Почему я дрожу? От того, что она трогает его. Господи, а почему я дрожу? Потому что у Картохи глаза пропали. Пиздец. Я закрою лицо. Картоха уже застеснялся. Предсказуемо. Если бы я сделал это, он бы уже ушел. Оно мне не нужно. Эээ, но не. Почему? Просто не нужно. Боже. Она все еще пытается удержать. Ой, господи, а все, он все еще без глаз. Думаю, она добивается того, чтобы Картоха оставила ее стих у себя. Так же, как она вчера. Похоже, Картоха понял. Он... О, глаза вернулись. Фу, слава богу. Фу. Похоже, Картоха понял. Он улыбнулся и разгладил сладки на стихе. Что ж, в таком случае я оставлю его у себя. Хорошо. Блин, у меня на спине какой-то укус. По-моему, меня укусил жук-навозник своим навозом. Вкачал навоз мне в спину. Иначе я бы просто... Неважно. Просто я рада, что тебе захотелось его оставить. Она снова пытается спрятать свои чувства. У нее получается управлять собой, но... Могу сказать, что ей сложно скрывать улыбку. Но я не могу судить ее за это. И с какой-то стороны я делаю и делаю это сама. Это пока все, поэтому... Иди убери ее куда-нибудь, пока никто не увидел. Ах, ладно. Так и сделаю. Ледне. Нацуки вздохнула. Она выглядела измученной. Все в порядке? А если бы Картоха появился по-другому? Я не могу об этом думать. Тяжело. Картоха уже сидел за столом. Он осмотрелся, что убедится, что никто не подсматривает. И положил стих в портфель. Не думаю, что он заметил, что я подслушивал. Я ужасный человек. Какой друг будет такое делать? Я просто вру себе. Говоря, что пытаюсь сделать их счастливыми. Похоже, Нацуки и Картоха совсем плевать на меня. У них и так все хорошо. Почему я думаю о таком? Мне хочется это оставить, как в моем стихе. Счастливые мысли. Счастливые мысли. Я не заметила Юрия. Она и все еще читала книгу в углу комнаты. Но продолжала смотреть на Картоху. Интересно, слышала она то, что слышала я о Нацуке с ним? Картоха направился и помахал ей. Юрия закрыла книгу и у нее встал. Она молча протянула стих. Она выглянула... Выглядела... Они выглядят так неловко. Сегодня ты решил попробовать что-то новенькое? Пожалуй! Ну как, хорошо или плохо? Полагаю, ни то, ни другое. У меня есть определенные предпочтения. Но с моей стороны было бы несправедливо ставить оценку, а снова выслишь на них. Знаете, что я сделаю? Давайте пропустим чтение стихов и перейдем к клубничке. Легко предположить... Это я продолжаю. Теперь он общается главный герой Картоха с Моникой. Легко предположить, что он не понимает и сам себя, но очевидно, что сближение с Нацуки было намеренным. Трудно понять его, какая из меня подруга, если я не понимаю его чувства и отсутствие глаз на его лице. Ээээ? Нет, я думаю, ты заблуждаешься, Картоха. Нацуки вовсе не станет плохо относиться к тебе, кто не дает ей того, что она хочет. Да, она напористая, но вовсе не настолько эгоистичная. Вообще, я думаю, что ты единственный, кто так сильно ей потакает. Эээ... Серьезно? Картоха не знает, что сказать. Моника всегда была немного агрессивна с ним. Почему она ведет себя так? Ну да, ребята, да, я пью газировку и я рыгаю, и простите, пожалуйста, я не могу быть идеальным, у меня не получается, это сложно. Поэтому я просто обязана тебе кое-что попросить. Будь осторожен, ладно? Нацуки непредсказуема, она нестабильная. Частенько она сама не знает, чего хочет. Все же она здесь самая младшая. Возможно, она не знает, как управиться за своими чувствами. Я хочу сказать, если случится что-то плохое, то может навредить и клубу тоже. Но ты ведь так со мной не поступишь, правда? Это, это что она говорит? Что-то плохое? Картоха никогда бы такое не сделала, он бы никогда не ранил кого-то. А что вообще думает Моника? И Юрия, и она ведет себя с ним так холодно. Но он не заслуживает такого отношения. Я заслуживаю. Ладно, ты же умничка. Уверен, ты поступишь правильно. Моник улыбнулась картоха, но от него не последовало ответа. А теперь я покажу тебе свое стихотворение, хорошо? Ладно. Он дрожит. Слова Моники были грубыми. Мне хочется обнять его, но сейчас-то забота нацуки. Она просто смотрит на них из-за угла комнаты и совсем не волнуется. Мне что, одно это важно? Я только мешаю. Знаешь, мне кажется, что учеба и поиски ответов это то, что придает жизни смысл. Мне хотелось бы углубляться в философию. Но я так считаю, я об этом написала. Поэтому она так много знает о всех. Потому что она всегда ищет ответы. Картоха выглядит немного расслабленно. Я рада. Понятно. Я никогда особо не задумывался об этом. В некотором роде это практически парадокс. Парадокс. Потому что если мы найдем все ответы, разве мир не отчет утрачивает смысл? Знаешь, я тут кое-что заметил. Кажется, все в клубе предпочитают писать о вещах, скорее печальных, нежели счастливых. А я предпочитаю закрываться от солнца, нежели печься на нем. Вот я сейчас чуть-чуть двинул свою штуру импровизированную из простыней. Знаете? Стало лучше, потому что мне в спину дует холодный северный ветер. Твою мать, муха, ой, где заебало? Ты удивлен? Я хочу сказать, если бы все было хорошо, нам не очень, не о чем было писать, разве не... Ну, на самом деле, да, мы все пишем о каких-то резких эмоциях. Там о любви, о грусти. В основном о грусти, кстати. Грусть, она, понимаете, пробуждает творческие способности. Поэтому некоторые, кстати, люди творческие, они реально, они себя мучают прям специально. Я не из этих людей, слава богу, я нормальный. Я нормальный человек. Твою мать, меня бесит эта муха, она летает везде, убейте ее. Думаю, ты знаешь, это лучше, кого бы то ни было. Обычно слова Моники имеют смысл, но ведь некоторым людям бывает и похуже. И это правда, что иногда просто нужна маленькая темная тучка. Но как ты можешь спрятать грозу? Некоторые люди просто не справляются с болью. Это совсем не вдохновляет. Имеешь в виду, что люди многогранные? Да, именно. Сегодня с Моникой что-то не так. Она ведет себя иначе, ведь она никогда так не ошибалась. Это все из-за меня? Наверное, по-другому быть просто не может. Я вот, кстати, думаю, может сегодня на фильм «Такси» сходить. Потому что я что-то не хожу в кино уже несколько дней. У меня тут три кинотеатра в округе. И такси я так и не видел. То есть все ходили на такси, я на такси не ходил. Потому что, видимо, я не таксист. Ладно. Наверное, мне интересно, а таксистам интереснее смотреть фильм «Такси»? Или так же, как всем? Просто таксисты это же ведь особый вид людей. Не знаю, те, что стоят на вокзалах и продают свои таксистские услуги. Они, не знаю, они странные. Ну, это просто они, не знаю, они выглядят всегда странно, эти таксисты. Они не так, как таксисты из, например, Uber или Яндекс.Такси. А тут вся странная. Почему привокзальные таксисты как-то выглядят чисто внешне? Как-то странно. Может, из-за этого их и не берут на работу в Яндексе? Хм. Наверное, по-другому быть просто не может. Как бы то ни было, вот тебе писательский совет не от Моники. Ты стесняешься показывать свое стихотворение, потому что боишься, что оно плохое. Получив равнодушный отзыв на то, что ты вложил много сил, и действительно можно впасть в уныние. Это, кстати, да, если ты что-то сделал, прям старался, и тебе говорят, ну нормально, ты реально можешь прям вот, знаешь, депрессию наступать, потому что ты думаешь, блин, я старался. Люди считают, что я сделал хуету. Но если ты найдешь других людей, которым нравится писать, длиться своим стихотворением станет гораздо легче. Потому что вместо того, чтобы просто сказать, получилось у тебя хорошо или плохо, они захотят сосредоточиться на том, что легче, что легло в его основу, и на том, над чем тебе нужно еще поработать. Такой подвох гораздо проще обнадеживает. И подход, и не подвох. И пробуждает тебе желание совершенствоваться. Это почти то же самое, что иметь свой собственный маленький литературный клуб. Тебе так не кажется? Это мой совет на сегодня. Спасибо, что выслушал. Картоха кивнул ей и сел за парту. Он осматривал комнату, пока его взгляд не пал на меня. Он удивлен. Картоха забыл про меня? Стесняясь, он пошел ко мне. Не говоря ни слова, он протянул мне стих. Он, должно быть, правда ненавидит меня. Я начинала читать стих. Что это за пиздец? Нет слов. Что это? Что случилось? У Картоха все хорошо? Мне хочется спросить, это у него. Он выглядит прекрасно. Мне просто показалось. Я снова посмотрел на стих. А. Ну, да, это стих для Сайори. Для Нацуки, вернее. Кавайный, поцелуй, зефир. Детская лошадка. Оно исчезло? Мои руки дрожат. Я правда схожу с ума. Я протянул Картоха и его стих. По-моему, здорово. Да ладно, я уже вижу, что тебе не понравилось. Ну, тебе незачем беспокоиться о моем мнении. Мне пихуй. Ведь ты написал это для кого-то другого, верно? Вероятно, для Нацуки. Почему я говорю это? Я не могу контролировать свою речь. Если я продолжу такое говорить, я все разрушу. Э? Ну, не. Я писал это не для кого-то конкретно. Почему он врет мне? Почему он всегда делает это? Я ему даже не нравлюсь. Так что же? Значит, почему он боится нагрубить меня? Может быть, ты ему нравишься, но ты просто не можешь этого понять. Мне кажется, Сайюри просто не может принять любовь главного героя, что ли. Или как-то так. Возможно. Я не совсем это имела в виду. Ну, да ладно. Завел новых друзей, как я и надеялась. Это меня очень сильно радует. Ты ведь тоже рад, что оказался в этом клубе. Хватит. Хватит говорить такое. Я больше не могу контролировать свой рот. Все происходит само собой. Сказала она Ани. Когда в ее... Во рту у нее появился мой деревянный. Ха-ха-ха. Сказала она, что не может контролировать свой рот. Почему я чувствую себя такой пустой? Ну, конечно. Хорошо. Это единственное, что меня волнует. Спасибо, Картоха. Сайюри. Что-то не так? Почему так трудно прятать свои чувства? Все было хорошо до этого момента. Что происходит? Картоха не должен волноваться. Я не должна быть здесь. Мне стоит просто перестать приходить в этот клуб. Так всем будет легче. А? Нет, нет, ничего. Просто немного устала. Хе-хе-хе. Ладно. Просто скажи мне, если тебе что-то понадобится. Похоже, он поверил в меня. Я чувствую облегчение. Но если я останусь здесь, он снова начнет волноваться обо мне. Я не могу тратить его время впустую. Обязательно. Не надо за меня волноваться. Лучше иди и поболтай с остальными. Если ты настаиваешь... Ура! Я сегодня уйду домой пораньше. Сайори. Скажи Монике, что я неважно себя чувствую. Ладно? До завтра. Не давай картоха время подумать. Я встала и быстро побежала к выходу. Не дав, господи. Она не дала. Сайори не дала картохе, сука. Это будет название видео. Проходя по коридору, я чувствовала слезы. Текучие по моему лицу. Как я и думала, я сломаюсь перед картохой. Я тоже часто ломаюсь, ребята. Я просто сломленная какашка... Какашка Геленвагена. Зачем я вообще показала ему это? Надеюсь, он не увидел, что я плачу. Я обернулась. Он не идет за мной. Я побежала к выходу. Мне больше не хочется проводить здесь время. Я не могу дышать. Я упала на землю. Откуда такая дрожь? Она не останавливается? Сжимается каждая мышца на теле. Такое чувство, что я медленно умираю. Почему все это произошло таким образом? Это... Это все моя вина! Я со всей силы ударил на себя рукой. Я выбил себе жопу! Я буду на этом закончить видео, потому что я повредил себе жопу. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео, друзья, на ВКонтакте. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok